Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Павел Белявский. Как всегда в субботу мы напомним вам о самых главных моментах недели ушедшей. Расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Конкуренция через сотрудничество. В Бресте прошел 18-й экономический форум «Добрососедство», в рамках которого состоялась встреча заместителей глав правительств двух стран Михаила Русова и Яна Пехотинского, которые высказались за расширение контактов по всем направлениям. Это не просто профессия. Это призвание для каждого, кто приходит в профессию наставника. Поэтому в миллионный раз человечество говорит, «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени». В городе над Бугом прошли торжества, посвященные Дню Учителя. Уникальная находка жителя Малых Радваничей Брестского района. При проведении полевых работ он обнаружил бивень мамонта. Вымершая животное обитало на нашей территории почти 20 тысяч лет назад. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Минувшая неделя в городе над Бугом ознаменовала себя как экономическая. На протяжении двух дней бизнесмены и представители власти Беларуси и Польши обсуждали возможности двустороннего сотрудничества. Геополитическое расположение на границе мощных экономических объединений Еврозес и Евросоюза предопределяет направление дальнейшей работы и открывает широкие перспективы. О том, какие сферы народно-хозяйственного комплекса сегодня наиболее выгодны и какую роль в деле развития экономики играют по-настоящему добрососедские отношения, смотрите в первом материале выпуска. 18-й экономический форум «Добрососедство» прошел на минувшей неделе в городе над Бугом. Организаторы мероприятия Торгово-промышленные палаты Беларуси и Польши традиционно пригласили не один десяток участников с обеих сторон. Представители бизнеса и власть обсудили не только потенциальные возможности, но и текущие вопросы и проблемы, связанные с проектами, уже реализуемыми в настоящий момент. Задача форума – поднять те вопросы, которые мешают развитию взаимной торговли между Евразийским союзом и ЕС. И на сегодняшний день вот тот опыт польских бизнесменов, которые работали с Беларусью, их проблемы и, соответственно, проблемы наших белорусских экспортеров здесь будут обсуждаться, и мы будем готовить свои предложения в правительство Республики Беларусь. Я думаю, польская сторона, учитывая высокий уровень присутствия на наших встречах, тоже учтет те пожелания, которые бизнесмены сегодня выскажут, сегодня-завтра в наших мероприятиях. Товарооборот между Беларусью и Польшей демонстрирует уверенный рост. Сегодня его уровень почти на 20% превышает показатели прошлого года. В настоящее время можно уверенно говорить о более чем 2 миллиардов долларов США. Однако, как утверждают специалисты, эта цифра далеко не предел. Не последнюю роль в деле стабильного наращивания темпов занимает выгодное географическое положение. Беларусь и Польша – своеобразный мост между двумя сильными экономическими объединениями – Еврозес и Евросоюзом. А потому все реже представители белорусских и польских предприятий говорят о конкуренции, и все чаще о сотрудничестве. Это не конкуренты, это партнеры. Они нужны себе. И поэтому нам надо очень тяжело работать, чтобы приходить с результатом, с успехом. И в этих рамках огромных я бы хотел показать Польшу и Беларусь. Это небольшие страны, так будем на это смотреть. Но они на границе. И эта граница переходит и через Польшу, и через Беларусь. И мы нашу границу, переходы товаров, людей, машин, движение поездов, мы реализуем между собой. Мы должны получать опыт. Предметный разговор о возможностях бизнеса был продолжен и на встрече вице-премьеров двух стран – с белорусской стороны Михаила Русова и Януша Пехотинского с Польской. Они выразили уверенность в том, что плодотворное сотрудничество между Беларусью и Польшей с каждым годом будет только развиваться. Мы с удовлетворением отметили то, что ежегодно наш товарооборот увеличивается. Наши экономические связи, межправительственные связи, гуманитарное сотрудничество с каждым годом становится крепче. Хотя 2,5 миллиарда долларов товарооборот, мы полагаем, что это очень мало. Мы должны перейти на новый этап сотрудничества и развития. Углубляющаяся интеграция на западе Евросоюз и на востоке Евразес не может препятствовать хорошим, правильным экономическим и политическим отношениям между соседями, между Польшей и Беларусью, между нашими народами. Я хочу поблагодарить белорусское правительство и бизнесменов. И я говорю это не из дипломатической вежливости, это общее мнение польских предпринимателей. Страны, граничащие друг с другом, имеют гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. И самое главное объединяющее звено зачастую историческое прошлое. Именно поэтому участники форума не могли не отдать дань памяти подвигу миллионов людей, заплативших дорогую цену в борьбе с фашизмом. Возложение цветов к вечному огню Брестской крепости – символ того, что оба государства помнят уроки прошлого и готовы к уважительному диалогу сегодня для создания взаимовыгодного будущего. Брестские учителя в совершенстве владеют этим секретом. И щедро делятся знаниями со своими учениками. Накануне праздничной даты в областном центре прошли торжественные собрания, на которые были приглашены ведущие педагоги Брещины и города Бреста. Они принимали поздравления и слова благодарности за свой труд, за свой неоценимый вклад в обучение, воспитание и становление настоящих, пусть пока маленьких и юных, белорусов. Анастасия Ноздрин-Плотницкая о празднике в честь людей самой гуманной профессии. Чествование педагогов в Брестском регионе началось уже в четверг. В торжественной обстановке в зале облсполкома был оглашен список лучших учителей области. Высокого звания удостоены самые талантливые и мудрые, самые искренние и принципиальные, самые добрые и самые чуткие педагоги края. К лучшим наставникам в такие по-своему особенные минуты обратился заместитель председателя Брестского облсполкома, а в свое время и педагог Леонид Цуприк. В своем приветственном слове к учительской элите он неоднократно подчеркивал, эта профессия важна и нужна. Леонид Цуприк уверен, что труд учителя – залог успешного будущего не только региона, но и страны. Ведь на плечи педагога ложится ответственная миссия – воспитать настоящего гражданина и человека с большой буквы. Педагогический труд по праву считается самым благородным, созидательным, ну и, конечно, творческим. Одновременно он же и очень ответственный, требующий колоссального терпения и постоянного самосовершенствования. Это вы прекрасно знаете. Воспитывать юных граждан, в будущем грамотных специалистов и настоящих патриотов своей страны – это, конечно, непростая работа. Среди тех, кто в праздничный день был удостоен награды Брестского облсполкома, представители практически всех районов – Пружанского, Столинского, Барановического, Брестского. Как признаются сами педагоги, для них эта высокая оценка была неожиданной, но приятной. Ведь каждый день они трудятся не для наград и званий, а борются за почетное право быть любимым учителем и наставником по жизни. Работа специфическая, интересная, но она очень тяжелая работа. Потому что мы работаем с особыми детками и с особыми родителями. И нужно найти в себе душевные силы, мудрость для того, чтобы правильно объяснить родителям, в какой ситуации они оказались. Для того, чтобы поддержать их, для этого нужны особые слова. В почетном областном списке лучших учитель биологии Брестской гимназии номер один Ольга Ситтикова. Опытный и высококвалифицированный педагог, обладающий высоким творческим потенциалом. Она все время придумывает новые формы и способы проведения уроков, чтобы каждый учащийся был заинтересован и внимательно слушал. А потому в работе использует каждый раз новые методические новинки. Талантливого учителя очень любят ученики, поэтому с удовольствием посещают занятия. Получив в торжественной обстановке почетную награду, Ольга Евгеньевна признается, что в профессии себя нашла и с удовольствием и дальше будет совершенствовать себя и своих учеников. Приходя на работу, каждый раз ты даришь детям кусочек своего сердца, кусочек тепла, который зажигается в них маленькой свечой. И ты можешь раздувать эту свечу до огромного пламени, которое потом вспыхивает, и в конце ты видишь результат и всегда рад тому, что есть. Не всегда огонь бывает большой, но очень важно его зажечь и пронести все годы, пока дети с нами. В этот же день в зале общественно-культурного центра прошло участвование лучших педагогов города. 70 представителей почетной и не менее уважаемой профессии получили заслуженные грамоты и благодарственные письма. Несмотря на то, что время быстро бежит вперед, ценность учительского труда остается неизменной. Для этого делается все возможное. Мы можем сказать, что в последние годы сделаны значительные шаги и прежде всего увеличение заработной платы педагогических работников. Следующий шаг был сделан 1 сентября текущего года, когда Министерством образования, Министерством финансов, Министерством туда социальной защиты были повышены надбавки к квалификационным категориям педагогических работников. Каждый награжденный в этот торжественный день педагог осознает трудность своего тернистого профессионального пути, наполненного преградами и трудностями. Однако, пройдя его достойно, с высоко поднятой головой, ощущая, что каждый день был прожить не зря, педагоги идут дальше по жизни, сопровождая совсем еще не окрепших птенцов, даряя им свою теплоту и нежность, знания и жизненный опыт, радуясь каждой, пускай и совсем маленькой победе. И поднимаясь на сцену за почетной грамотой или благодарностью, многие педагоги уверены, что через них в этот день награждается весь трудовой коллектив их родного учебного заведения. Это заслуга, это грамот или благодарность, это не только моя, это труд всего коллектива. И обязательно это труд моих замечательных учеников, которые вдохновили меня на эти победы, и может быть, я их где-то вдохновила, которые активно участвуют в жизни, в олимпиадах, побеждают. И это самое главное для учителя. Вот эти детские радости, детские победы, детские успехи, вот это важно для учителя. И я думаю, что это самый главный подарок. Работа учителя настолько сложная, настолько серьезная, настолько ответственная, что каждый учитель достоин какой-то награды, потому что это работа с детьми, а дети – это наше будущее. Как мы их воспитаем, что мы в них заложим сегодня, то мы получим через определенное количество лет. Бытует жизненная мудрость, которая гласит, что труд учителя сравним с апостольским. Педагог несет в мир доброту и свет, делится знаниями и отвечает на порой недетские вопросы. Его задача не в том, чтобы сделать из каждого ученика отличника или вундеркинда. На плечи педагога ложится миссия наставника, который с малых лет развивает в детях нравственность, порядочность и честность, которые впоследствии помогут сформировать сильную личность и настоящего патриота своей страны. В продолжении темы. Нередко можно услышать такое мнение, что, несмотря на проводимую работу в сфере профориентации молодежи, школьники и выпускники не готовы точно ответить на вопрос, в какой сфере деятельности они себя видят в будущем. Порой человек понимает, что ошибся с выбором профессии в зрелом возрасте. А бывает и так, что современный рынок труда заставляет уже крепкого профессионала искать себя в иной ипостаси или расширять знания в неосвоенной ранее области. И тогда на помощь переходят институты повышения квалификации и переподготовки, где на базе имеющегося образования человек может получить иную специальность, чтобы реализовать свой потенциал на 100%. С работой такого института на базе Брестского государственного университета имени Пушкина познакомилась и наша съемочная группа. Институт повышения квалификации и переподготовки на базе Брестского государственного университета имени Пушкина работает с 2001 года. За этот относительно небольшой отрезок времени здесь новые знания и дополнительные специальности получили почти 4000 человек. Традиционно в числе лидеров правоведения и иностранные языки, однако интерес потенциальные студенты проявляют и к другим профилям. Тем более, что сотрудники института всегда оперативно откликаются на требования времени и часто именно спрос рождает предложения. Сегодня институт предлагает 15 специальностей для переподготовки своих слушателей. Наиболее популярными являются такие, как правоведение, современные иностранные языки, специальности, связанные с экономической деятельностью. Новая специальность, которая сегодня тоже будет востребована, уже востребована на рынке труда, это специальности, связанные с туристической деятельностью. То, что за партами сидят не вчерашние школьники, а люди с серьезным багажом знаний и жизненным опытом – хороший стимул и для педагогов, которые признаются, что работать с такими студентами может быть порой и сложнее, но в то же время очень интересно. Нередко лекции плавно переходят в обмен мнениями, и такой диалог – важная и весьма эффективная составляющая учебного процесса. В чем специфика дополнительного образования взрослых? В том, что здесь действительно идут уже люди взрослые, люди состоявшиеся получать еще одну специальность. Поэтому они во многом более требовательны, чем те же студенты, получающие первое образование. Соответственно, это повышает требования и к преподавательскому составу, к тем, кто преподает, тем, кто занимается с этой категорией. Поэтому здесь мы очень, конечно, подходим щепетильно к подбору кадров. Здесь у нас преподают квалифицированные профессиональные кадры. Это доктора и кандидаты наук. Это люди, которые действительно являются профессионалами своего дела. Вы знаете, я бы сказала, что мне с ними работает очень легко, комфортно, потому что это люди, которые изначально, на мой взгляд, нацелены на получение знаний. Они уже, в отличие, действительно, как вы сказали, отчерашних школьников, знают, чего хотят, знают, для чего идут высшие учебные заведения. И поэтому контакт с такими слушателями мне всегда удается легче. Обучение в институте проводится как на базе высшего, так и на базе среднего специального образования. Для желающих организованы краткосрочные курсы, к примеру, по компьютерным технологиям и методике преподавания. Формы обучения также каждый может выбрать для себя наиболее подходящее. Формы обучения функционируют как традиционные заочные и очные, так и вечерние отделения. Более подробную информацию о сроках, стоимости и предлагаемых специальностях можно найти на официальном сайте университета. Сегодня в преддверии Дня Учителя хочу всех коллег своих поздравить с предстоящим нашим профессиональным праздником. Самое лучшее пожелание. Пускай и дальше так у нас все будет получаться, пускай так будет приносить свои плоды наша работа во многом благородная и во многом жертвенная. Поэтому пускай будет здоровье, удача, ну и, разумеется, по-будрому скажу, добробыт со святым. Кто-то скажет, что самый великий талант – пение, кто-то – танцевальное мастерство. Это неправда. Самый великий талант – умение делиться знаниями с другими. И тогда получается, что самым важным человеком на Земле является учитель. И это не просто профессия. Это призвание для каждого, кто приходит в профессию наставника. Все знают, учителям сегодня нелегко, но брестские педагоги никогда не унывают и стараются работать на высший балл. И пусть День Учителя станет для вас исходным условием задачи о том, как обрести счастье. А в помощь вам будут удача, вдохновение и любовь. И хоть вы сами давно не учащиеся, вы в блестящее ее решите. С праздником! Вы смотрите итоговую программу на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Следующая новость нашего выпуска в прямом смысле изменила быт жителей деревни Малой Радвани, Чебресского района. Буквально несколько дней назад один местный рабочий при очистке сточных канав обнаружил настоящий бивень мамонта. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками областного краеведческого музея незамедлительно отправилась в путь, чтобы узнать, так ли это на самом деле. Небольшая деревенька Малой Радванищи благодаря находке Виктора Борщевского может стать настоящей достопримечательностью и отправным рабочим пунктом для археологов. Именно здесь, в 16 километрах от областного центра, в поле во время работы местный житель обнаружил уникальную находку. О том, что это бивень мамонта, Виктор Антонович подумал не сразу, но в том, что необычный предмет уникален, был уверен. За советом Виктор Борщевский обратился к своему родственнику Леониду Колесниковичу. Посовещавшись, мужчины решили передать находку музейным сотрудникам. «Прошел раз возле канавы, второй раз иду. Ничего, нормально все. Третий раз иду, диски подпрыгнули. Ну, думал, камень остановился, посмотрел диски. Нет, смотрю, какая-то торчит такая непонятная кость. Ну, я ее достал, посмотрел, по истории еще немного знаний остались после школы. Вот и решил, что это бивень мамонта». «Он привез ко мне, вот, мой родственник, эту кость, как к эксперту. Я вот любитель таких делах, где-то поковыряться, где-то что-то в интернете посмотреть. Привез и показывает, с мешка достает. Ну, что ж, будем что-то видеть, смотреть, что ж». Бивень мамонта размером около метра довольно хорошо сохранился. Он пролежал в земле по предварительным меркам не одну тысячу лет. Если учесть, что последние мамонты обитали в наших краях почти 20 тысяч лет назад, то можно бесспорно утверждать, находка уникальна. «Конечно, удивительный, уникальный экспонат, прекрасной сохранности. Ну, примерно 20-18 тысяч лет тому назад. Где-то вот он находился, появился, находился в земле в прекрасной сохранности. И я думаю, что достойное место займет в экспозиции нашего сектора природы и экологии». Фонды Брестского областного краеведческого музея хранят не одну тысячу самых разных и не менее уникальных экземпляров. Один из залов учреждения посвящен природе края. Там же хранятся останки мамонтов, найденные брестскими учеными несколько десятков лет назад. Новый экспонат удачно впишется в тематическую экспозицию и обязательно станет гордостью музея. Но не только вышеназванными событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. 29 сентября 2014 года между Брестской областью и итальянским регионом Калабрия подписан протокол о намерениях в области экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. В соответствии с документом белорусские и итальянские регионы взяли на себя обязательство содействовать развитию отношений в условиях взаимного равенства и интересах обеих сторон. С белорусской стороны протокол о намерениях подписал председатель Брестского областного исполнительного комитета Константин Сумар. С итальянской – заместитель председателя регионального совета области Калабрия господин Сарра. Международный день пожилых людей отметили пенсионеры всего мира 1 октября. На Брещене к этой дате приурочено множество мероприятий и акций, которые проходят в каждом городе, в каждом селе. Но главное – инициативы и начинания людей золотого возраста поддерживают на государственном уровне. Пенсионеры Брещены используют все возможности, чтобы жить полноценно. Они участвуют в общественной жизни, посещают клубы по интересам, занимаются спортом и даже учатся. Социальная поддержка пожилых людей проводится на правительственном уровне. Поэтому золотой возраст открывает новые возможности. Было бы желание и здоровье. Работать вместе – работать сообща. В таком единодушном мнении сошлись представительницы общественного объединения Белорусский союз женщин и Лиги женщин Республики Польша на встрече в Брестском облсполкоме. Поводом к открытому диалогу послужило желание прекрасных дам обеих стран заключить договор о сотрудничестве. В рамках соглашения планируется проведение немалого количества интересных мероприятий. Одно из них – участие белорусок в международном фестивале, посвященном певице Анне Герман. Также уже в ближайшее время реализуется социальный проект, стартующий в Брестской области. В его рамках мамы с детьми-инвалидами смогут оздоровиться в санаториях Польши. Проект соглашения предполагает обмен опытом, естественно. Мы уже начали знакомство с нашими женскими организациями. У нас самая крупная и старейшая организация в стране. В нашей организации 189 тысяч. Я думаю, что будут интересные совместные проекты. И уже сразу могу сказать, что нацеленность у нас очень серьезная. Как с их стороны, так и нас. Это будет не просто такое рамочное соглашение, наполненное конкретными делами. На основе такого соглашения мы сможем нормально, перспективно работать, сотрудничать, принимать наших подруг и обмениваться мнением и нашим опытом. Нам, конечно, намного сложнее, чем нашим белорусским подругам. Потому что я знаю, что у Белорусского союза женщин есть огромная поддержка государством. Огромная поддержка. И мы должны добиться того самого. Потому что у нас же в обществе половина и мужчин половина. И почему? Да, мы сильные. Не буду говорить, что сильнее. В городе над Бугом открылась выставка работ польских фотохудожников «Ята Бестайн». Экспозиция посвящена флоре и фауне одного из старейших заповедников Польши и приглашает гостей окунуться в мир исполинских хвой, девственных лесов, уникального заказника «Ята». Вернисаж открылся в рамках сотрудничества регионального музея города Луково и Брестского областного краеведческого музея. Отправной точкой совместной деятельности двух учреждений культуры стал договор о взаимном партнерстве, который положил начало двустороннему обмену в области просвещения и культуры. Сделаны высокопрофессионально, сделаны с любовью к природе и прививают любовь у человека. Очень отрадно, что здесь много детей сегодня. Я думаю, что может быть будущие художники, а может быть волонтеры по защите, охране природы, по наведению порядка на охраняемых территориях. Поэтому я считаю, что это очень важно, очень нужно и большую пользу привезет. Во Всемирный день музыки 1 октября в областном общественно-культурном центре состоялась премьера мюзикла «Опереты» по одноименной пьесе «Лопе де Вега. Собака на сене». Великолепный поэтический язык испанского автора нашему зрителю открылся благодаря прочтению артистами Белорусского государственного академического музыкального театра. И зритель понял и принял эту интерпретацию. Великолепный вокал, драматургия, хореография – все это вместе произвело впечатление на Брещан. Актеры на сцене не играли, они, перевоплотившись, жили страстями, жили любовью и боролись с ней. Ни любви в природе нет начала. Честь моя, верховный мой закон. Я чту мой сам и не допустил то, чтобы я подобным мыслям отвечала. Брестский спортивный комплекс «Виктория» вновь собрал в своем месте. В своих стенах сильнейших гандболистов нашей страны и представителей из Сербии, чтобы провести очередной турнир Сеха Лиги. В этот раз соревнования оказались действительно насыщенным. Серьезная конкурентная борьба между участниками матча заставила поволноваться пришедших болельщиков. В новом спортивном сезоне страсти разгорелись между участниками брестского гандбольного клуба «Мешкова» и командой из Сербии «Раднички». Приятно отметить, в четвертом по счету турнире Сеха Лиги наши гандболисты одержали победу. Несмотря на отсутствие нескольких игроков в брестской команде БГК имени «Мешкова», в нелегком поединке она все же смогла обойти сербский клуб «Раднички». Счет матча составил 29-28. Белорусы могут по праву гордиться талантливыми людьми, прославляющими свой край, представляющими его за пределами родины. Многочисленные художники, скульпторы и музыканты – несомненно, достояние нашей республики. Одним из ярких представителей белорусской богемы является брестский скульптор Александр Лазерко, который за долгие годы своего кропотливого труда успел продемонстрировать сотни работ, покоривших сердца публики. Скромный художник по сей день трудится в своей мастерской над новыми шедеврами. Выставки его творчества периодически проходят в городе над Бугом. О талантливом мастере расскажет София Бережная. Неповторимые яркие работы Александра Лазерко поражают воображение. Самые разные чувства, такие как грусть, одиночество, смятение и ирония, с помощью редких скульптур переданы художникам в каждой работе. Многочисленные поклонники творчества автора отмечают многогранность его таланта, умение через искусство достучаться до сердец людей. И это правда. Первые работы мастера и новые имеют особый смысл, изображают определенное состояние души. Этой работе насчитывается уже 36 лет. Именно 36 лет тому назад я ее делал. Нашел в овраге, как сейчас помню, где проводили кабель. Крутил, деретел в руках, думаю, что что-то будет. И так получается, что это сделал одним резцом. И это название почти дал, трагедия. А в то время я занимался своей из-за студии в городе Борисове. И пошел тогда на выставку. Это ножка для столика. Она, во-первых, столик будет высотой, у меня проект здесь есть, столик высотой 85 сантиметров вместе со столешницей. И название папоротник. Вот это вот стилизация идет. Сама папоротника. Вот здесь еще будет прорезаться. На протяжении многих лет талантливый мастер Александр Лазерко находился в творческом поиске. Именно поэтому все его работы не похожи. Каждая имеет свое изучение и свою историю. Неповторимые скульптуры вызывают интерес любителей искусства еще и потому, что, глядя на них, виден высокий профессиональный уровень мастерства автора. Умение работать с таким материалом, как дерево. У меня есть сохранение с первой работы, которой им уже 36 лет. Одни из первых работ. Понимаете, это вот. И те работы, ну, они раньше выставлялись. А так я начал за ним, выставлялись раньше еще в Борисе, откуда я родом. А сейчас я уже вообще начинаю с деревом заниматься. Это 78-го года. Во-первых, дерево это живое. Оно теплое. Если ты его поймешь, дерево даже, только то, треснутое, сухое, ненужное, если видишь, что он ее увлечет, она сама тебе подскажет, как с ним надо общаться. Когда с ним работать. Вот именно общение должно быть с деревом. Даже мне спрашивают, а как удается у вас работать ему? Ну, я говорю так, что сначала я испорчу их. Мне всегда получается, что я их испорчу. А потом, да, значит, так нужно было. В эти дни поклонники творчества Александра Лазерко и просто любители искусства могут посетить выставку его работ под названием «Брыдка и Качаня», которая проходит в выставочном зале известного брестского отеля «Эрмитаж». Новые произведения, созданные мастером, рассказывают о жизни и об отношении автора к окружающему миру, о событиях, которые в нем происходят изо дня в день. Мастерство художника, презентовавшего выставку, уже оценили жители и гости города над Бугом. Традиционно наш отель является выставочной площадкой для творческих людей нашего города. И мы рады пригласить жителей города и гостей на нашу открывшуюся выставку Александра Альбертовича Лазерки, которая открытие прошло 26 сентября. Выставка пробудет до 15 октября. Вход будет свободный и приглашаем всех желающих посетить данную выставку. На открытии присутствовали его коллеги, его поклонники творчества. Было очень много людей. Выставка художника Александра Лазерка, собравшая большое количество гостей, прямое доказательство того, что Брестская земля богата талантливыми людьми, которыми невозможно не восхищаться. Их успех объясняется тем, что они умеют вкладывать душу в любимое дело, полностью отдавать силы своему ремеслу. Скульптор Александр Лазерка не думает останавливаться на достигнутом. Он по-прежнему находится в поиске идей. Именно поэтому можно с уверенностью сказать, что мастер еще не раз удивит публику. Во-первых, вдохновило то, что свои 50 лет, недавно исполнилось. И какой-то анализ своей жизни. И показать то, что именно каждая работа – это рассказ о себе, о какой-то прожитой странице моей жизни. И понимаете, показать то, что внутренний мир, внутреннее состояние человека, во-первых, это очень важно, вызвать его на диалог. Если вы говорите, что она вас затронула, значит, она удалась. И значит, есть эффект какой-то присутствия, есть желание даже дальше работать. И самое подтверждение, что да, ты на правильную пути. София Бережная, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу BookInform. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями. И до встречи в эфире. Предстоящее воскресенье и понедельник на Брещене будут сухими и солнечными. Погоду определит антициклон, сформированный в холодной воздушной массе, постепенно смещающийся с Белого моря на Ленинградскую область. Ночью и утром местами туман. 5 октября температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 4-6 градусов ночью и 13-15 в дневные часы. Чуть прохладнее станет 6 октября. В течение суток синоптики прогнозируют не более 14 градусов выше нуля. Атмосферное давление существенных изменений не претерпит.